В последние годы оно уже становится действительно принципиальным, и каждый матч, он получается не только в чемпионате или кубке, но и за престиж. Вагнер. Жаль, что судья дал свисток, да? Ну, чуть-чуть придержи. Гонсалес, который забил гол в матч последнего тура ударом с левой в ворота Рыжикова. Кстати, этот матч отобрали у него, как и у Константина Зырянова. Ни чьи-то, ни защиты. Бил и в последнем туре чемпионата России, тоже гол Рубену. Да, Марк Гонсалес будет бить. Удар. Ох, штанга! При Луковиче Зырянов получит возможность чуть чаще участвовать в атаках, как и Денисов. Не точная попытка играть. Ох, как здорово, вот Загоев его отдал, а? И уже Думбия получает вначале от Вагнера. А вы, удар! Ну, вот это момент, вот это был момент. Да, и Гланов подкручивал мяч сейчас, он с полет и разводит это вдвоем. Вдвоем. Почему же он у вас? Что же мы вдвоем бросились-то на него одновременно? Ну, здесь Загоев начал атаку красивым пасом. Загоев великолепный пас дал. Щенников уважился. Да, не исключено, что мы задержимся здесь. Ой, какая ошибка Луковича. Вагнер Лав, удар! Еще один момент. Простой удар, да. Иск. Да, за такое в раздевалке по голове не погладит. Загоев. Кстати, сегодня на дальнюю штангу и... Браво Акинфеев! Здорово сыграл Губачан. Перевел перекладину, но Акинфеев взлетел, а? Как тигр. Когда-то так говорили про вратарей. Смотрите, как он среагировал. Молодец. И до ворот-то было метод. Путина понимание, и он знает, куда пойдет мяч. Я один раз был свидетелем вопроса журналиста, который говорил Валерию Георгиевичу Газаеву. Ну, зачем вам Рахимич? Он же все время нарушает правила, да? Там такой, в общем, футболист, который, кстати говоря, не очень отличается и такими передачами острыми штрафную. Карточка Луковичу. Он очень полезен. Он очень полезен. Для команды, для своей, тоже не проигрывает скорости Гонсалесу. Если Гонсалес не выигрывает у опекуна своего в скорости, им очень сложно играть. Но вот Думби, а зато опять пошел в штрафную. И гол, гол. Какой же красивый гол, а? На двух замахов двух защитников положил на землю. О чем спорят защитники Зенита сейчас с Сухиной? Не знаю, что там получилось. Смотрите, очень активно. И Лазович там, и Захуя Цухину. Он показывает на центр. Ну, сейчас смотрим. Одного обыграл, второго. Ну, вот до приема Думбия, может быть, был... Ну, теперь же что? Мяч защитал. Ну, пока непонятно, чем именно недовольны защитники Зенита, но обыграл очень легко. Еще карточку получил Денисов за разговор. Сейчас еще одну даст. Обратите внимание, что два игрока Зенита вместо... Центр поля выиграл, в принципе, в первом тайме выиграл ЦСКА. Ну, и плюс еще, конечно, главного арбитра. Ну, на то и помощники, чтобы помогать. Лазович. И мяч на штрафной Киржаков. Вот страсти горят. Вот. Ну, когда вратарь настолько надежен, что, конечно, защитникам проще. Да, это просто великолепно. Вот сегодня Акинфеев очень хорош. Просто хорош. Но момент у Зенита был опасный. Но это пока, подождите, пока. Не было нарушения здесь просто. Секу Алисы. Какая хорошая игра в одно касание. И Березутский догонит мяч. Догнал. Секу Алисы. Нарушение правил, судья показывает. Двое атаковали сейчас. Горобочка. Горобочка. Штрафной удар. И вот тут Марк Гонсалес со своей левой. Может быть, уже один штрафной был. В штангу попал. Вот, смотрите. Вот, смотрим. Внимание. Удар. Удар. Что ж, Малафеев отбил. Значит, отбил Малафеев. Ну, если Малафеев отбил. Опять. Да чего же опасно бьет Гонсалес. Впереди. Да, Малафеев. Малафеев. Все куалисы. Гонсалес. Это пенальти сейчас будет. Это будет один симетровый удар, потому что задержали Думбия. Там явно совершенно штрафной. И пенальти. Карточку показывает Губа Чанов. Желтая карточка. И даже на общем плане было видно, что действительно Думбия рвался к мячу, и его руками задержали. Ну, мы сейчас рассмотрим. Мы сейчас рассмотрим. Но главное было два зенитовских защитника. Ничего себе, какой полет был. Так бы захотел не прыгнуть, да? Вот, смотрите, да. Захват и за футболку идет, и за руку. Так что здесь, я думаю, пенальти. Миллиметровый удар. Поле Думбия. Удар. Гол, гол. 2-0. Пробил. Пробил насквозь буквально. 2-0. ЦСКА впереди. Тенщики, естественно, ЦСКА переживает момент необыкновенной радости. Уже второй. Ну, 2-0. Это серьезно, я понимаю. Это многовато. Да, они получают ответ. А выиграет одного Березуцкого. Рахимича. Пас. Бухаров. Да что же ты, Бухаров, дорогой! Да, вот это был момент, который, возможно, оказался... Какой же пас блестящий. И вне игры нет. Смотрите, он выскакивает. И Акинфеев выиграет. Ну, хороший Акинфеев. Ну, все-таки предсказуемо. Ну, ладно, это уже позади. Подача у головы. Судья-то боковой. Ну, сейчас мы просмотрим момент. Ионов. Практически. Насколько он обычно активен, заметен. Березаков. Бухаров. Бухаров. Удар! И опять Акинфеев. Ну, Макарин отставил, и стрелил Бухаров. А Акинфеевость. Пробил здорово. На второй мяч. Денисов. Денисов. Не увидел он сейчас, что Ионов открыт. Зирянов. И рукой себе. Вот. Вот сейчас нечаянно рукой сыграл Зирянов. Да? Да вот. А в том-то случае еще явнее играл игрок Думбия рукой. А-а-а, Сухина. Ну, будут разговоры про судейство на пресс-конференции. Может, не судьбиваться. Зенитовцы играют до последней секунды. Все-таки не останавливаются. Но все. Мальч закончен. Полуфинал выходит ССКА. Побеждает Зенит 2-0. 2-0. У нас сейчас...